О боже, о боже, у автора есть личное мнение, срочно дизлайк, отписка, па-па-а! Мой ролик о Red Dead Redemption 2 обзором игры не был, я только хотел показать, насколько Rockstar скрупулезно подходит к созданию игр и местами это впечатляло. С технической точки зрения игра справедливо претендует на звание шедевра, это очень солидная игра, но с геймплейной едва ли. И все же оценка на метакритике, 7-8 из 10, что для игры от Rockstar весьма-весьма скромно. Фанатам игры очень удобно обвинять завистливых пекарей, которые задизлайкали игру, но правда это лишь наполовину. Во-первых, это далеко не первый эксклюзив, из-за которого у пекарей пекла жопа, но их оценки никак не пострадали. Первая часть и вовсе была почти 9, и завистливые пекари оценку не испортили. Во-вторых, если отсеять нолики от токсичных завистливых уебанов, то можно обнаружить огромное количество аргументированных, негативных отзывов, которые схожи друг с другом. И все они пишут о том, что игра невероятно скучная, и это не тупые хейтеры, ведь они пишут массу позитивного про эту игру. И этих голосов очень много, значит, правда это как минимум частично. Давайте разберемся. Но сперва спонсор моего видео онлайн-университет Skillbox. У него есть цель реформировать мир образования в России и СНГ посредством технологий и инновационных методов онлайн-обучения. Они делают фокус только на востребованные и нужные профессии. Сейчас у университета стартует онлайн-марафон по трем профессиям будущего. Веб-дизайн, интернет-маркетинг и программирование. Марафон абсолютно бесплатный, надо лишь зарегистрироваться по ссылке в описании. Будущая профессия это очень важно, но зачастую ее за тебя выбирают родители. Быть может стоит сделать осознанные выборы из профессии будущего, интернет-маркетинг, веб-дизайн, программирование. Участие в онлайн-марафоне бесплатное, ссылка будет в описании. Первое, что необходимо понять многим, что если игра от Rockstar, это не значит, что это сразу GTA. Это не веселая, драйвовая, динамичная игра в открытом мире, где ты устраиваешь беспредел, абсолютная песочница, самолетики, машинки. Это дикий, сука, запад. Это 1889 год. Это ковбои. Этот сеттинг по определению не может быть быстрым и динамичным. Отчего у людей, которые неделю назад вылезли из Call of Duty, произошел диссонанс. Но все не так просто. В угоду реализму Rockstar пошли на многие уступки, которые действительно очень усложняют восприятие геймплея. Лошадь утомляется, она не может долго бегать, она постоянно спотыкается, ты постоянно во что-то врезаешься. Это ужасно бесит. Еще и стрельба, она тоже очень медленно и тоже раздражает. Это реалистично? Вне сомнения. Это интересно? Под вопросом. Далеко не всегда реализм играет игре на пользу. Бесконечные путешествия по пустынным полям, где нет вообще ничего. Вокруг степя, луга, леса и пустота. Скорее всего это аутентично того времени, но многих игроков это справедливо утомляет. Я бы не сказал, что в игре ну прямо очень много NPC, скорее их даже мало. По их количеству и глубине их истории, Ведьмак мне понравился намного больше. Игра намеренно безумно вязкая, все очень медленно. Он медленно обыскивает трупы, он медленно стреляет, он медленно ходит, все очень медленно. Возможно, игре не стоило быть излишне реалистичной. Хотя я уверен, огромному количеству людей это понравилось, и даже очень. И именно эти пустые поля, именно эти скачки, именно эти медленные анимации, они многим зашли. А других наоборот бесит. Это очень противоречивый проект. Например, для Банана это и вовсе лучшая игра, созданная человечеством. А если скажешь что-нибудь против, он на тебя накидывается. Эта игра просто показала мне тот недостижимый уровень для индустрии. Я вам признаюсь, я не прошел эту игру даже спустя месяц. Она меня заебала. Я понимаю, что это невероятно крутая игра. Я не отказываюсь от своих слов, что это технический шедевр. У нее превосходный свет, дизайн, аутентичность, физика. Но мне скучно в нее играть. Я был изможден бесконечными скачками по пустым полям. Меня вывели из себя утомительно долгие анимации. Меня совершенно не зацепил сюжет, и я чувствую себя дискомфортно, что я не в числе тех людей, которые восторгаются от этой игры. С другой стороны, таких как я очень много, и наши претензии совпадают. Увы, но как бы неприятно вам не было это слышать, но оценка на Метакритике справедливая. В основном там либо десятки, либо четверки. Таким образом, среднее арифметическое число выходит 7. 7 баллов. Оценка полностью справедливая. Я понимаю, что у многих после следующего бомбанет, но это мои мысли, и стесняться я их не собираюсь. Сюжет постный. Я ожидал увидеть Тарантиновщину только в игре, а в итоге получил пресную постную историю. Скучнейшее повествование, скучнейшие диалоги, где вот этот брутальный рок-старовский юмор, а этого нет. Для меня технически эта игра беспрекословный шедевр, но ее начинка она не зацепила вот вообще. Огромное число людей после выхода РДР начали срать Ведьмака. Все, одет на пенсию, вы охуели что ли. В сраной мивасике было больше харизмы, интереса, чем в любом из ключевых персонажей в этой игре. Какой-то супер харизмы нет, какие-то супер диалоги нет, ради чего я читал все эти блядские субтитры, это пиздец, как неудобно было. Потому что рок-стар за оригинальную озвучку, дескать, в ней содержатся уникальные жарганизмы, уникальные тонации героев, но, учитывая то, что я видел, озвучку мог сделать кто угодно, и игра бы явно ничего не потеряла. Встречающихся NPC их очень мало, их задания примитивные, приведи, забери, убери и все. Да, Red Dead Redemption упоительно кинематографичная игра, в ней есть атмосфера, здесь хороший глубокий саунд, но спустя 20 часов геймплея ты понимаешь, что большего в ней нет, она ужасно тягучая. Я считаю, что у игры очень много незаслуженных десяток, на игроков очень сильно работает и действует эффект рок-стар, если рок-стар, значит шедевр, значит не меньше 10. Это очень сильное давление и влияние, люди играют и они заставляют себя считать, что это шедевр, просто потому что это рок-стар. Мое резюме, техническая игра 10 из 10, сюжет 4, средняя 7. Это еще не все, недавно вышел обещанный онлайн режим и я изначально в него не верил. Все дело в том, что концепция, которой придерживались рок-стар с их реализмом не позволила бы сделать веселый и интересный онлайн. Знаете, вот такую безграничную песочницу, которой была GTA 5, и я оказался прав, но не так уж он и плох. Первое время атмосфера вытягивает совершенно все недостатки геймплея, когда ты скачешь на лошади и перестреливаешься с другими игроками, а на фоне выжженная солнцем пустыня. Эти аутентичные облики игроков, это и вправду очень здорово. Вы думаете, я хейтер игры? Я не хейтер игры, я хейтер изрядного реализма, ну вот слишком с ним перебор. Нам всем следует принять мысль, что эта игра на любителя. Мне не зашло, а кто-то вот утопает в восторге, и я его понимаю. Я тебе сразу сказал до выхода игры, если ты зайдешь в игру и проникнешься до новенья ветерка, потому что ты идешь в салон и медленно открываешь двери, тому как ты идешь сквозь лес, сквозь пробивающиеся там лучи луны, то ты проникнешься игре. А если ты не проникнешься вот этой атмосфере, то тебя она просто отторгнет. А мультиплеер здесь вот прям GTA 5, вот прям GTA GTA 5, настолько, насколько это можно представить. Общая концепция мультиплеера, она просто идентична, те же самые режимы, гонки, прокачка, все то же самое. Проблема лишь в том, что в GTA 5 в силу современного сеттинга у тебя были и пушки, и танки, и вертолеты, здесь не так-то весело. Внутри свободного режима также есть классические мини-игры, в том числе старый знакомый Deathmatch. Правда, с некоторыми изменениями, с невероятно медленной стрельбой, да, это реалистично, но от этого понимания мне играть веселее не становится. Долгая стрельба, долгая перезарядка, ужасающе отвратительный АИМ. Некоторые зрители вспомнят, много лет назад я снимал ролик про то, что Rockstar не умеют делать шутерную механику на геймпадах. У стика мертвая зона плюс плохая чувствительность целиться невозможно, они ничего с этим не могли сделать, посему добавили полный АВТАИМ в игру. Здесь ровно то же самое, все бегают и нажимают две кнопки. Шутерная механика очень тесно связана с этой игрой, и, к сожалению, она далеко от совершенства. Если вам вдруг нравилось бесконечно бегать по пустынным полям в сюжетном режиме, то это же можно сделать и в онлайновом. Никакая атмосфера, проработка деталей, графика не сделает бесконечное скакание по пустому полю для меня интересным. Если вас утомило, что я постоянно про это говорю, так это потому что вся игра из этого состоит. Короче, в двух словах, это то же самое, что и GTA V Online. Вместо тачек лошади, вместо недвижимости лагеря, вместо гонок скачки... Здорово. Также создаешь персонажа, также прокачиваешься, также покупаешь оружие, интересно кое-что другое. Донат! Он здесь есть. И он весьма жесткий. Я не против, абсолютно справедливо, что в игре есть микротранзакции. Факт того, что конвейерная колда или FIFA стоит столько же, сколько ERA Dead Redemption 2, это неправильно. Проблема в том, что донат далеко не визуальный. Проблема в том, что Rockstar с GTA V Online показала, что донат охуительно умеет решать. В GTA V Online были просто невероятные прайсы на тачки, недвижимость, шмотки, оружие, боеприпасы. Многие этого не ощущали, потому что фармили с помощью гличей бабки. Игра была настолько дырявая, что некоторые ютуберы себе целые каналы создали, посвященные гличам в GTA V Online. Игру Rockstar не латали. Они просто повышали стоимость вещей, да до такой степени, что даже фармить с помощью гличей уже было сложно. Про то, чтобы своими трудами фармить, я уже молчу, потому что это невозможно. Вот эта карта за 4000 рублей, это 8 миллионов монет в игре. Мне, например, больше всего зашла DeLorean, она стоит 4 миллиона. Вот эта DeLorean, она охрененная, она летает, она стреляет, спору нет. Меня выкинуло. Типичная GTA. Типичная GTA Online. Игре реально уже куча времени, ничего не поменялось. Больше того, все эти ошибки перекочевали в Red Dead Redemption Online. Спасибо, Rockstar. Это 4000 рублей, плюс 4000 рублей. Счетчик поставь, как у Дудя. Бля, знаешь, как будто я смотрю телеканал MTV и 50 цент показывает свой гараж. Вот эта хуйня стоит 4000 рублей. С пятигонщика машина охуительная. С моим темпом игры, зайти и поиграть пару часов, я бы зарабатывал на это полгода. Сколько можно задрочить супер задроту игроку, я не знаю. Реально на нее заработать своими силами, но очень тяжело. Сегодня GTA 5 это скатившаяся вонючая донатная помойка. И Red Dead Online достойно пытается продолжить ее путь. Цены в игре просто пиздец. Rockstar, так отчаянно гоняющийся за реализмом, спотыкнулись об историческую достоверность. В то время вещи не могли столько стоить. Но не это проблема, а то, что фарм этих денег в игре весьма непростой и долгий. И это сейчас, еще когда бета. За один матч ты получаешь в среднем от 4 до 8 баксов. Нормальный пистолет стоит 300, хороший еще больше. А у оружия есть еще модификации, и они тоже стоят денег. Кооперативная миссия, которую мы проходили минут 15, за нее нам дали 8 баксов. Есть миссия от незнакомцев, в среднем за их выполнение дают 5 баксов. Одежда здесь тоже стоит недешево. В принципе, при условии монотонного гриндинга можно купить все, ну кроме отдельных вещей, которые только за голду. Если у тебя не хватает долларов, игра тебе любезно предлагает заплатить голдой. Позже голда будет продаваться за деньги. Ее, конечно, можно и нафармить, но вот с такими темпами. Насобирать своими руками такое количество голды, задача близка к невозможной. Стоит напомнить, что в игре есть временные лучшалки, которые вы можете использовать против других игроков в онлайне. Блин, они одноразовые, ты вот копишь и не хочется тратить деньги, да, обидно, да, понимаю. Ну, значит, хуй будешь сосать. А еще есть бафы для коня, и на него тоже будешь тратиться. А не будешь, будешь сосать, хотя, быть может, тебе нравится. Ты ведь будешь защищать эту игру в комментариях. Знаете, есть игроки, которым нравится, когда их ебут. Они широко раскрывают булки и утверждают, что в FIFA донат не решает, в танках не решает, в Warface не решает, в Assassin's Creed не решает. И тут то же самое будут говорить. Как бы ты ни фармил кучу часов, контент всегда будет добавляться, и он будет лучше того, на что ты фармишь сейчас. Ты не будешь успевать дрочить все те микроквесты, делать охоту, чтобы покупать что-то новое постоянно. Ты либо донатер, либо чмоб, которого донатеры вытирают ноги. Третьих нет. Про лайфхаки будут писать, дескать, вот, там есть один способ, что-то на уровне, если стиснуть зубы, то хуй в жопе не так уж и больно. Игра еще из бета-теста не успела выйти, а фундамент для донатного отжима уже успешно создан. Многие выражают обеспокоенность, что игра повторит судьбу GTA 5 Online с ее ебанутым футуризмом, автонаводящиеся ракеты, летающие мотоциклы и так далее. Я буду только счастлив, чтобы хоть что-то эту игру сделало веселее. Любая миссия, задание или просто доехать до лагеря, это мука скучная скакать через пустое поле миллиард километров. Здесь есть фаст-тревел, но он очень кривой. Во-первых, до него надо доехать, во-вторых, он стоит денег, а тратиться не хочется, ты ведь копишь. 5 баксов за перемещение, это сыгранный десматч или выполненная миссия от незнакомца. Я резюмирую, своими режимами, концепцией всего мультиплеера, это просто рискин GTA 5 Online вообще без изменений полностью. И это очень круто, здорово, мне очень нравится эта игра, я буду в нее очень долго играть. Всем до свидания и до скорых встреч. Ну и раз на то дело пошло, у меня консоль непрогрессивная и хуевым играм на своем жестком диске квоты не выдает. Фух, я избавился от всего этого дерьма, как ты и просил. Иди ко мне.